Добрый день, уважаемые наши садоводы! Как и обещала я, сегодня мы поговорим о совместимости культур в теплице. И вот сегодня мы находимся в такой, скажем так, более-менее типичной теплице для наших садоводов, где совмещены все культуры в одной куче практически. То есть здесь мы видим томаты, здесь мы видим огурцы, перцы, баклажаны. Все есть в этой теплице. Везде пишут, во всей литературе, что особенно огурцы с томатами совмещать в одной теплице категорически нельзя. И садоводы очень часто задают вопросы, что же делать, теплица всего одна. Я немножко хочу объяснить, почему нельзя. Потому что многие считают, что вообще не будет никакого урожая, и хвастаются. А у меня в одной теплице, и урожай прекрасный. Урожай будет. Не пугайтесь, урожай будет, даже если в перемешку будут сидеть огурцы с помидорами. Но для огурцов нужен очень влажный теплый воздух, то есть практически стопроцентная влажность. Томаты в этих условиях будут плохо завязываться, потому как им нужен сухой воздух для того, чтобы пыльца была сухая, чтобы она полноценно опыляла. И если мы будем делать идеальные условия для огурцов, будет плохо томатам. Если мы будем делать идеальные условия для томатов, то есть сухой такой вот воздух, то огурцы не дадут того урожая, какой бы могли дать. Поэтому для того, чтобы максимально и огурцы дали максимально возможный урожай для этих условий, и томаты не страдали от излишней влажности, Самое оптимальное у нас сажать в теплице огурцы подальше от центрального входа, ведь у всех практически есть две двери напротив друг друга, где гуляет сквозняк. Сквозняк, кстати, не самое лучшее для любых растений, но помидоры более или менее с ним мирятся. И вот когда мимо них гуляет сквозняк, у них идет движение воздуха, и вот наши цветочки, которые у нас уже цветут, они полноценно опыляются, и у нас идет нормальная завязывание плодов. Тем более, когда у нас даже очень жарко, конечно, самое идеальное, это в самой верхней точке теплицы должна быть форточка, то есть это прям в крыше теплицы должны быть форточки для того, чтобы выходил жаркий воздух. Этого нет практически ни у кого из садоводов, поэтому хотя бы вот эти две двери друг против друга открытые, и для томатов в этом случае складываются более или менее нормальные условия. Огурцы тогда вдоль стеночки, которые подальше от этого центрального прохода, для того, чтобы у них там не было вот этого постоянного движения воздуха, у них более активно будет скапливаться такой влажный воздух, и им там будет более комфортно. Что же можно с ними совмещать в одной теплице? Всегда вопрос перцы или баклажаны. Перцы могут совмещаться хоть с огурцами, хоть с томатами. У них опыление в основном происходит, когда цветок еще даже закрыт, и до опыления при раскрытом цветке идет. А вот баклажаны все-таки любят более сухой, более жаркий воздух, поэтому баклажанам будет комфортнее там же, где и томаты, а перцы могут расти и с томатами, и с огурцами рядом. Будут чувствовать себя комфортно и там, и там. Поэтому, в принципе, в одной теплице можно выращивать и томаты, и огурцы, и тут же баклажаны с перцами. Просто найдите им свое место в теплице. То есть баклажаны вместе с помидорами вдоль центральной линии, вдоль центрального прохода мы сажаем, а вот перцы и огурцы мы сажаем по дальним сторонам теплицы, вдоль теплички, но от прохода подальше, чтобы им там было комфортно и хорошо. Теперь мы поговорим о том, как же правильно формировать огурцы. Потому как очень многие садоводы приходят и говорят, вот нужно прищипывать огурцы, вы расскажите, как их нужно прищипывать, там после какой почки нужно прищипнуть основную плеть. Основная плеть прищипывалась только тогда, когда были старые сорта, которые росли на улице в открытом грунте, современные гибриды. Центральная плеть не прищипывается никогда. Современные гибриды и сорта, они направлены на то, что у них основное плодоношение идет на центральной плети. Как же правильно формировать растущий огурец, тот, который у нас растет в теплице, гибрид? Иногда это бывают даже и сорта, которые мы выращиваем в теплице. Конечно, стараются большинство людей взять портенокорпические огурцы, преимущественно женского типа цветения. Те, у которых нет так называемых пустоцветов, то есть сразу формируется огурец без опыления. И когда в пазухе нижних листьев у нас появляются первые огурчики, всегда всем жалко их удалить. Хотя для любых гибридов и сортов, которые мы выращиваем в теплице портенокорпических, это обязательное условие. В пазухах нижних пяти листьев мы удаляем не только боковые оплетки, которые появляются, то есть боковые вот эти плети, мы их удаляем полностью. Но и удаляем все завязи, все цветы, какие появляются в пазухах этих листьев, обязательно, независимо от того, есть уже завязь это или это так называемый пустоцвет. То есть раз, два, три, четыре, пять вот этих нижних листьев, они должны остаться без единого цветочка, без единого вот бокового вот этого оплетка, так называемого, то есть вот этой боковой плети. Для того, чтобы у нас полноценно сформировалась корневая система и для того, чтобы впоследствии у нас дала эта плеть очень хороший урожай. Обязательно удаляются все усы. Ус – это видоизмененный огурец. Когда он развивается, и особенно когда грубеет, он забирает столько же питания, сколько и сам растущий огурец. Поэтому, когда вы хотите, чтобы у вас получился хороший урожай, это удалять нужно обязательно. Некоторые садоводы говорят, ой, я ничего не удаляю, и у меня хороший урожай. Я понимаю, что хороший урожай, но если бы удаляли урожай, в этом случае были бы еще выше. Потому как многие современные гибриды имеют потенциальную урожайность до 40 с лишним килограмм с квадратного метра. Большинство садоводов получают 5-6-7 килограмм с квадратного метра, и этому рады, что у них очень много огурцов. Фактически теряя более половины, 70-80% урожая теряют только на неправильной формировке. Если же вы купили гибриды, которые не по одному огурчику дают из пазухи листа, а как банановая гроздь, 5-6 там на картинке нарисовано. Обратите внимание, практически у всех садоводов никогда не бывает так, чтобы из пазухи листа сразу выросло, как на картинке, 5-6 штук. Почему? Основное – это дефицит питания и неправильная формировка. Во-первых, несколько штук из пазухи листа вырастет только при условии очень обильного питания. То, что достигается именно минеральными удобрениями. Я не сторонник минеральных удобрений. Я просто констатирую факт, что в тепличных комбинатах именно минеральными удобрениями добиваются вот такого интенсивного плодоношения. Это раз. И самое главное, вот такие гибриды, где из пазухи листа по нескольку штук должно вырасти, ощипывают нижние не только 5 листьев боковые вот эти оплетки, а полностью всю плеть. Вот сколько она будет расти? 1,5-2-3 метра в высоту. И все боковые оплетки убираются полностью. Плодоношение в этом случае идет только на главной вот этой центральной плети. Только в этом случае возможно получить по нескольку штук из пазухи одного листа. Вот для обычных же гибридов и сортов. Вот мы 5 нижних узлов ослепили, убрали полностью. Все, начиная с 6 листа, в пазухе листа какие огурчики, что вот у нас здесь зависть будущая есть, оставляем и боковой вот этот оплеток прищипываем на один лист. Мы оставляем один лист и то, что в пазухе листа вот здесь развивается у нас будущий плод, вот это вот мы оставляем. Еще 4-5 листьев мы оставляем именно по одному листу, дальше плеть прищипываем. Начиная где-то с 9-10 листа, можно уже оставлять 2-3 листочка у боковой плети, но все остальное мы удаляем. Только в этом случае вы получите действительно реально хорошие урожаи. А когда вы будете все подряд оставлять, у вас все переплетется, и никакого хорошего урожая не получите. Ну и, конечно, больная тема для многих садоводов, у кого есть сады, у кого особенно молодые сидят вот яблони, там груши, сливы. Этот год довольно плохо перезимовали наши плодовые культуры. Более старые деревья относительно хорошо, скажем так, перезимовали, а молодые. Вот по этому дереву видно, насколько вот у нас уже все-таки июнь, и насколько мелкие-мелкие листья, несмотря на то, что плоды завязались, листья очень мелкие, есть ветки, где практически вообще не видно листьев, вот буквально 2-3 листочка. О чем это говорит? Много звонков с вопросами, что случилось, что происходит. Зима была такая снежная, они были все укрыты под снегом, они не должны были вымерзнуть. Это проблема подопревания комбиального слоя. Некоторые считают, что подопревание корневой шейки именно, но корневая шейка, она слишком близко расположена к земле, практически в земле. Это больше к сливам относится, к косточковым культурам. У плодовых культур в данном случае снеговой покров в этом году был настолько высокий, что произошло подопревание где-то и корневой шейки, но подопрел больше именно комбиальный слой по всем веткам. Видите, к низу, наоборот, более пышные, более зеленые такие вот стоят ветки, более облиственные, и вот верхние. Это говорит о чем? Многие ученые склоняются к тому, что как раз несоответствие наследственных признаков данного вида или сорта к данным почвенно-климатическим условиям. То есть, переводя на русский язык, как это можно объяснить? Вот эти вот наши большинство яблоней, груш, они все-таки испокон веков не росли в наших суровых условиях. В них присутствуют более южные гены такие, где они испокон веков росли. И вот это вот зимы, особенно вот такие зима, как вот эта прошла, она вроде была и морозы были, и очень высокий снеговой покров. И вот в этом случае как раз и произошло то, что задохнулся вот комбиальный слой, он не до конца вызрел, не подготовился к зиме. То есть, было немножко так, лето у нас тоже было своеобразное, у нас оно было сначала жара, проблемы с дождями были, потом были дожди. И к зиме вот эти ветки не очень хорошо подготовились. И там, где не очень хорошо подготовились, естественно, они больше всего подопрели. О чем нужно подумать в этом году садоводам? Во-первых, сейчас как нам сейчас спасти растения? То, что они распускают листья, это уже плюс, то есть, они не полностью погибли. Это частичная гибель комбиального слоя. Постараться его восстановить. Восстановить его можно двумя способами, как корневыми подкормками, так и некорневыми подкормками. То есть, комбиальный слой – это слой, где проходят пучки, которые дают питание снизу вверх, и, наоборот, при фотосинтезе сверху вниз. Поэтому нужно, чтобы и там, и там у нас восстановилось нормальное сокодвижение, нормальное развитие веток тогда дальше будет. Что мы для этого делаем? Берем препараты, которые стимулируют развитие растения. То есть, это та же янтарная кислота, тот же хитозан, тот же эпин, тот же циркон, те же гуминовые кислоты. Эти препараты можно чередовать и одновременно, и поливаем подкорень, тем же раствором гуминовых кислот, например, проливаем подкорень, и в этот же день можно опрыскать янтарной кислотой или эпином, например, или цирконом, тем же хитозаном. Где-то через неделю, наоборот, подкорень проливаем любым препаратом, стимулирующим развитие корневой системы. Тот же корневин, например, можно подкорень препарата использовать. А вот по листу уже обрабатываем тем, чем еще не обрабатывали из таких препаратов, которые будут восстанавливать и стимулировать. Но самое главное, некоторые пытаются обрабатывать препаратами типа бордовская смесь, это не поможет. В этом случае в первую очередь нужно стараться подготовить растения к зиме. То есть во вторую половину лета нужно сокращать поливы. У нас очень часто для садоводов в литературе пишут, что осенние влагозарядковые поливы больше способствуют вот таким вот проблемам. Они важны на юге, где песчаная почва, где совсем нет дождей. То есть это Астраханская область, но не в нашем Алтайском крае. Поэтому посмотрите, влагозарядковые поливы можно делать только тогда, когда лист еще зеленый. Когда лист начинает желтеть, прекращаем все поливы для того, чтобы у нас не было проблем вот этих. Нужно предотвратить, спасать сложнее намного, чем предотвращать. Поэтому подкормки во вторую половину делаем фосфорно-колейные. А вот с весны сейчас, еще раз говорю, стимулируем гуминовыми препаратами, янтарной кислотой, хитозаном, либо какими-то еще препаратами типа корневины. Мы восстанавливаем корни, чтобы корневая система, корневая шейка у нас хорошо работали. А вот по веточкам работаем именно хитозаном, янтарной кислотой, либо эпином, цирконом. Чтобы не тратить деньги, если у вас есть время, вы можете сходить в лес, набрать сосновые хвои, лучше свежие сосновые хвои, все равно заготовки леса идут, и там веточки валяются. Можно свежие сосновые хвои залить ее горячей водой, пусть она настоится неделю, и через неделю начать опрыскивать именно просто настоем хвои. В настое хвои можно добавить микроэлементы типа йод-бор, можно ничего не добавлять, просто сосновая хвоя, она дает точно такой же восстанавливающий эффект, как препарат HB-101 или препарат силк был, например, в свое время. Сейчас я силк давно не вижу в продаже, а силк как раз это и была вытяжка из сосновой хвои. Если вы немножечко позаботитесь заранее о своих растениях, если вы поможете им сейчас, у вас растения, наши яблони, груши, они будут дальше радовать вас своим плодоношением. Поэтому не отчаивайтесь, боритесь и получите хороший урожай. И до следующей встречи! Благодарим за помощь в организации и проведении съемок Бийский детский эколого-туристический центр. Город Бийск, улица Вали Максимовой, дом 130. Телефон 40-72-67. Смотрите программу «Удачная среда» на странице Бийского телевидения на видеохостинге YouTube в группах «Бийск мой город» и в социальных сетях, а также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» bwork.ru.